Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Мулера и вы на моем канале Жизнь без дублей. Весна постепенно все-таки приходит, начало у нас немножко тут оттаивать. Мы сейчас едем в Александров. Муж сейчас, видите, сбивает снежную набер на лиц. Мы сейчас едем в Александров, на рынок хотим попасть. Правда, мы уже поздновато выезжаем, поэтому не факт, что мы вообще туда попадем. Но, может быть, получится. Попасть мы туда хотим из соображений, чтобы купить овощей. Поскольку сейчас постные дни, я готовлю постное меню, то хотим закупить овощей. Я сегодня делала публикацию у себя в Дзене на своем телеграм-канале. Обсуждала с вами панику в закупках, которые у кого-то есть, у кого-то ее нет. Вот заодно пройдемся по магазинам, посмотрим, как у нас в Александрове, что есть, чего нет. Исчезло ли что-то с полок магазинов, подорожали ли какие-то товары. Ну и если нам удастся попасть на рынок, если он вообще не закроется к нашему приезду, то посмотрим, какие цены на рынке. Ну а если рынок закрыт, то просто прогуляемся по Александрову, что тоже хорошо. Я, в свою очередь, ничего особенно не закупаю. У нас есть какой-то, знаете, обычный такой текущий заказ, заказ, запаса, текущий запас круп, там 2-3 килограмма разных круп, какой-то текущий запас консервов, много у меня, знаете, своей собственной консервации, то, что я заготавливала с огорода и делала заранее. Единственное, что я вчера себе купила, это мои гормональные таблетки, которые я пью при климаксе. Они импортные, они подорожали, и я боюсь, что они вообще исчезнут, поэтому тоже, знаете, на всю жизнь не накупишь их, а купила вперед на полгода. Вот пока с вами разговариваю, показываю, как выглядит наш участок. Вот этот кусок Валера, слава богу, сбросил, что он мне не на голову упал, когда я в прошлом выпуске новогодний декор снимала. Ну, в общем, едем в город, а там посмотрим, что там нас ждет в этом городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приехали на рынок. Во всяком случае, вход еще открыт, поэтому, может быть, у нас будет шанс что-нибудь купить. Вообще, он у нас работает до трех часов, и мы никогда сюда не успеваем, у нас другой режим жизни. И хотя сейчас я стараюсь пораньше ложиться, но все равно, как-то пока дома, пока дела переделаешь, пока я там всякие свои публикации сделаю, все чаты отвечу туда-сюда. Ну, в общем, полдня проходит. В общем, вчера мы хотели сюда пораньше приехать, у нас не получилось. Ну, вот и сегодня тоже. Видите, опять, это называется. Мы приехали к празднику закрытия. Но обычно овощные ряды работают дольше, чем вещевые. Поскольку вещевые нас, в общем-то, не интересуют, то здесь, видите, все отлично. Так что у нас есть все шансы. Что-нибудь капусты квашеные хотим вашей. Капусты, редьки, клюквы. А что еще хорошенького? А почем капуста? Квашеная 200, не из салата. Не-не, нам вот квашеную, мы уже ее у вас несколько раз брали. Ну, вроде не подорожала, по-моему, так уже у вас... Так и была 200. Нет, мы брали... Желтенькую. Желтенькую. А чем она? Штат пять. И средняя в шестьдесят. Вот, смотрите, репа какая. А репа почем? Сто рублей. Давай репы возьмем, я салат сделаю. Ну что, картошка какая? Это редко зеленая тоже надо взять. Вот нам давайте пару редик. Репу возьмем, вот тоже парочку. Ага. Картошка по шестьдесят пять, вы говорите? Да, и средняя шестьдесят стала. А? А? Вот это? Вот это? Вот тебе, который говорили, есть какая-то по воде? Нет, это не папка. Она очень рассыпчатая. Кто любит выколу, беру себе картошку. Вы вот такую брали? Да. Да, да, мы брали вот эту картошку. Давайте одну такую красную. А это молодая, да, уже капуста? Да. А почем она? Одну ведерка. Сто двадцать? Угу. А откуда она такая молодая-то? Откуда молодая? Откуда молодая? Узбекская, наверное. Узбекская. Давайте нам вот одну молодую. Наверное, вот эту. По чем помидоры? Триста пятьдесят, а огурцы тридцать. О, не, по триста пятьдесят что-то не хочется. Помидоры. Подождем лето, вырастим сами. Да. Так, Юля, не глазочек. А клюква почем? Триста пятьдесят. Давайте нам еще одну клюкву. Килограмм. А, мы сейчас сделаем. Восемьсот двадцать, оттуда, раз. А баклажаны с кабачками почем? Триста рублей. Триста рублей баклажаны. А перец? Триста пятьдесят. Триста пятьдесят? Да, перец с баклажанами, конечно, цена будущего. В магазине посмотрим, сколько стоят. Мандаринки, кстати, хорошенькие. А мандаринки вот эти почем? А? Давай возьмем килограммчик таких, давайте по двести. Сейчас наберем. Вот мандаринки как-то. А вот у меня есть мои пакеты. Поставим, да, сейчас в эти пакеты. Так, надо, в чем мы взяли, да? Да. Свеклы мне еще дайте. Давайте давай. Ну, наверное, штук пять. Вот такого размера, с таких, средненьких. Хорошие? Почем свекла? Шестьдесят. Шестьдесят. Бонус. Бонус лимон. Спасибо. И вон туда. Хоп-хоп-хоп. Ну, все. Успели мы купить. Слава богу. Так, это точно не вам? Да. Да, тогда мы сейчас вот сюда и будем складывать. Ну, закупить мы все успели. Сейчас пойдем. Сходим в Ашан, посмотрим, что там. Как там с ценами и как там вообще с наличием продуктов. Потому что в комментариях мне многие пишут, что у кого-то исчез сахар, у кого-то он стал чуть ли не по двести рублей. И еще, знаете, по поводу чего все страдают и переживают? Это корма для животных. У нас животные на натуралке. Ну, вы знаете, и кошка, и собака у нас полностью на натуралке. Поэтому проблема с кормом для нас как раз не стоит. Вот. А что касается, подорожали ли куриные субпродукты, которые у нас, например, кот ест, да? Сейчас посмотрим в Ашане. Ну, и вообще, посмотрим, что там в Ашане происходит. На рынке я бы сказала, что, по сути, у нас ничего не подорожало. Баклажаны и кабачки, которые по 300 рублей, но это сезонная цена. Они в это время и в магазине так стоят. В общем, я не стала их покупать. Сейчас посмотрю, сколько они в Ашане будут стоить. Тоже интересно. Ну, и в Ашане я бы взяла. Мне нужно немножко риса. Но просто у меня нет риса. Как-то так получилось, что рис закончился сегодня. Стала готовить с утра и поняла, что риса-то больше и нету. Вот. А потом еще прикупила бы немножко масла растительного, сахара. Но тоже, только потому что я взяла клюкву. Взяла бы 2-3 килограмма сахара. Ну, как мандаринки? Давай попробуем. Что-то я купила, не попробовала. Вот именно. А может, надо было еще купить. Но я видела, что они... Мне кажется, что они хорошие. Да, хорошие. Потому что маленькие. Потому что маленькие, у них тоненькая шкурка. Да, маленькие всегда лучше. Помидоры тоже. Маленькие успели все в себя вобрать. Давай попробуем. Смотри, какие аккуратные. Да, хорошенькие. Супер. Может еще взять. Сладкие. Без косточек. Сочные. Вкусные отравы. Да. Пришли в наш Ашан. Народа у нас везде очень мало. Ну, а теперь давайте проведем сравнительный анализ с ценами. Вот мандарины мы брали на рынке по 200 рублей. А здесь они по 119. Ну, внешне, знаете, такие они очень плотные. Я думаю, что у них жесткие вот эти перепонки. Ну, во всяком случае, вот так вот по ощущениям. Вот эти вот мандарины очень похожи на те, которые мы взяли. Но они здесь многие подпорченные с бачками. Они по 129. То есть, в принципе, мандарины тут дешевле. Авокадо по 500 рублей килограмм. Не будем брать. Ну, понятное дело, что сейчас вся эта экзотика, она, конечно, подорожает. Ну, с точки зрения, что ее везут. Еще непонятно, привезут ее вообще или нет. Орхидеи тут еще у нас пока продаются. А мне вот было интересно как раз про баклажаны и кабачки. Кабачки по 250. Вот здесь такие даже есть по 219. На рынке, напомню, они были по 300. Вот сельдерей стеблевой я сейчас возьму. Мы его очень активно едим. И в салаты, и в супы. Везде я его добавляю. Это незаменимый, во всяком случае, в нашем рационе, тем более в пост, овощ. Ага, и вот баклажаны. Баклажаны цену я что-то не вижу. Ага, вот баклажаны по 269. На рынке они были по 300. Ну, в общем, примерно так же. Репа тут по 49. На рынке я ее брала по 60. Но здесь она, конечно, совсем другая по внешнему виду и качеству. Я сельдерей взяла. Ага, вот как раз куриные субпродукты, субпродукты, которые мы берем нашим животным. Шеи я тоже что-то не вижу. Вот есть такой набор для первых блюд. 109 рублей килограмм у нас. Но тоже ничего не подорожало. Ну что, возьмем такие. В саду хорошо их есть. Взял, да? А вот еще, смотри, есть для бульона. Здесь что-то другое. А так, куры у нас. Вот, 173 рубля. Цыпленок бройлер. Грудка. 800 грамм. 324. Окрочки по 179. Окрочки. Окрочка. Вот, смотрите, огурцы тоже на рынке были по 350. Здесь по 119. И помидоры. Я, конечно, понимаю, что на рынке они были не такие. Но вот эти вполне приличные, на мой взгляд, фламенко. Вот бренда я брала уже несколько раз. Здесь они по 169 за 400 грамм. А, огурцы, кстати, я тоже говорю. Это за 450 грамм цена. Это значит, получается 240 рублей килограмм. Но все равно не 350. Вот, возьму огурцы с помидорами. Ну что еще? Вот, где-то есть огурцы весовые. Вот, выгоднее. Сейчас я возьму лучше весовые огурцы. По 199 это уже за килограмм. И, в принципе, они такие плотные. Можно вполне выбрать. А перец тут оказался дороже. На рынке он был 300 рублей. 350. А здесь 419. Хватит вот столько. Четыре штучки взяла на салатики. Давайте еще посмотрим цены на молочку. Мы ее, понятное дело, сейчас не покупаем. Ну, просто посмотреть, поднялись цены или нет. Ну, в принципе, могу сказать, что не подорожало практически. Вот молоко 85 рублей, 76. Мне нравится, что они, видите, не литр наливают, а 930 миллилитров. Так, мелочно, да? Вот, 80 рублей есть, кстати, полтора литра. Цены на молочку у нее подорожали тоже. Не поднялись у нас они. Масло сливочное тоже, в общем-то, как стоило, так и стоит. Ну, и, в принципе, видите, какого-то дефицита чего-либо у нас не наблюдается. Никакого ажиотажа тоже. Поэтому я лично не вижу никакого смысла чего-то закупать впрок. Опять же, при этом, если мы вспомним 90-е, а все мы с вами были в 90-х, да, то в 90-х вообще была совершенно другая ситуация. Были абсолютно пустые вообще магазины, ничего нигде не было. Но, тем не менее, мы из чего-то готовили, все как-то жили, не голодали в итоге. И даже праздники отмечали и устраивали какие-то вечеринки. Поэтому я считаю, что вообще все абсолютно нормально, в текущем режиме, все как было. И какое-то совершенно место для паники, мне кажется, быть не может. Конечно, что касается лекарств, вот кормов для животных, но это можно перевести, как мы с вами обсуждали, на натуралку. Каких-то, может быть, жизненно необходимых товаров, я не знаю. Наверное, это плохо лекарства касается. Наверное, нужно их закупить немножко впрок. Но, с другой стороны, мне кажется, что со временем все равно что-то придумают, нам повезут из других стран, да и эти бренды со временем все равно вернутся. Не может это постоянно длиться, потому что Россия – это гигантский рынок сбыта. И мне кажется, нужно помнить все-таки о том, что политика политикой, бизнес для тех компаний, которые ушли, никто не компенсирует и никто его им не отменял. Поэтому тем или иным образом повезут через другие страны, через другие границы, другими источниками, назовутся по-другому, перерегистрируются, еще что-нибудь придумают. Но мне кажется, что все равно все будет. Хочу попробовать взять классическое молоко овсяное. Написано овсяное классическое. Просто бывает еще и не классическое, а разное другое. Хочу попробовать кашу на нем сварить. Получится постная, в то же время молочная каша. Ни разу не пробовала. Миндальная как-то брала. Но миндальная сейчас стоит очень дорого. 340 рублей. У нас здесь сейчас другого нет. Но это очень дорого, на мой взгляд. Вот еще есть соевая. Но у соевого мне не нравится привкус. Вот соевый напиток. Попробую овсяное. Не знаю. Расскажу потом, как. Пока мы с вами молоко смотрели, Валера вот тут у Бакалеи говорит, что риса нет. Взял только одну пачку вот такую. Так что мы начали находить продукты, которые постепенно все-таки исчезают. Ну, консервы, посмотрите, люди подразобрали. Ну, это понятно. У них все-таки большой сок хранения. И в них жучки не заводятся в консервах. Поэтому, наверное, их бы и подразобрали. Да, кабачковую икру можно взять. Какая есть. Ну, кстати, цены на консервы вот на эти тоже не изменились. Они какие были, такие, по сути, и остались. Икру взяли в результате по 79 рублей. Вот бренд Кубаночка. Но у Кубаночки обычно все очень вкусно. Еще мне пиканто нравится. И взяли на пробу ашановскую. Сравним. Так, пришли в крупы. Тоже здесь видно, что подразбирают. В крупах я хочу взять нут. Я недавно делала видео, как я его заранее варю, морожу порциями. И очень хорошо. Он у меня и в плов постный идет, и в супы. Также можно взять фасоль. Фасоль вот красную возьму. Фасоль. Тоже ее можно наварить. И потом на ее основе разные блюда делать. Вот горошек. Вот мне удобно маленький. Я еще потом на этом рассоль майонез сделаю постный. Вот смотрите, бандюель по 72 рубля. А ашановский тоже. Там причем 140 грамм, а здесь 200. По 35 рублей. Ну, рискну, возьму ашановский горошек. Ой, сейчас вернулась в крупы и увидела. Смотрите, вот здесь нут 116 рублей 350 грамм. А вот такой нут 500 грамм 87 рублей. Ашановский нут. Ну, конечно, логичнее взять его. Хорошо, что заметила. Надо заменить. В принципе, нут и нут, да? Так, возьму еще фунчозу. Тоже с ней очень хорошо делать. Салаты разные. Здесь так в экзотике тоже подразобрали все. Видите, такие уже пробельные места. Вот, кстати, я дошла до кормов для животных. Хочу сказать, что как стоили они, вот 14 рублей, 18 рублей эти пакетики, так у нас и стоят. Ну, прям не подорожали ни на рубль. Кошачий, например, смотрите, даже со скидками, понимаете? То есть он не то, что не подорожал, а на него еще и скидки есть. Поэтому я не знаю, конечно. Наверное, просто это у всех по-разному. Может быть, это зависит от сети, от магазина. Ну, ничего у нас такого тут нет. Ну, что, теперь мы с вами дошли до сахара. Сахара, правда, нет. Вот цена. А самого сахара у нас нет. Остался сахар только коричневый. И в пакетиках больше никакого нет. Соль, пожалуйста, присутствует. Вот. А сахар только коричневый. Больше никакого сахара нет. Причем я даже, кстати, не вижу на этот коричневую стоимость. Мука есть. И тоже не подорожала. Порошок стиральный. Вот здесь есть только Тайт. И на него скидка 40%. Ну, то есть, на него не поднялась цена. А даже он еще и в акции. Вот овсяные хлопья. Ошановские. По 37 рублей. Тоже возьму-ка я одну. Еще все пишут, что очень подорожал кофе. Ну, честно, я не очень разбираюсь в кофе, потому что мы его практически не пьем. Вот. Оловаться стоит 2000, наверное. Это он подорожал. Не знаю. Не могу тут ничего оценивать. Я просто не знаю, сколько он стоил. Ну, поэтому вам обзорно показываю, какие сейчас цены. Ну, вот с другой стороны паулинг есть. Молотый. Вот на него, наоборот, видите, скидка. Вот так в результате выглядит наша мега-закупка в Ашане. Ну, в общем, знаете, я бы сказала, что мы просто купили продуктов на ближайшие 2-3 недели. А здесь такие чудесные ирисы. Ирисы. Это такая разновидность ирисов. У нас, кстати, похожие есть цветут. Но они уже бедняжки тут отцветают, потом их, наверное, выбросят. Они сейчас по 79 рублей. Можно купить, посадить в саду при желании. Все, едем на кассу сдаваться. Мы практически все купили. Нам оставалось только рис и сахар. Здесь же, в этом районе, в одном маленьком магазинчике, не в Ашане, это маленький магазинчик, нам попался рис пропаренный. Ну, в таких обычных расфасовках, нефирменный там какой-то. По 93 рубля купили 3 килограмма риса. И сейчас нам осталось только сахар. Хотим заехать в один магазин на выезде из города. Там обычно мало народу. Ну, и нам кажется, что сахар там должен быть. Мы это в поисках, как это, бригада такая ищем. На рыбалке. На рыбалке, да. На рыбалке выискиваем рыбные места, точно. Ну, в принципе, по большому счету, я говорю, особенно в ажиотаже нету у нас тут, да? Только то, что вот говорят люди, то и разбирают. Да, вот говорят, что сахара нет, сахара и нет. Хотя, чем сахар от всего остального отличается, мне лично не очень понятно. Но вот такая история. Ладно. Сейчас будем искать сахар, расскажу. В городе уже, конечно, все тает. Выглядит совсем не так, как у нас в лесу. Ну, на улице сегодня потеплело, конечно. Хотя ночью все равно было минус 12, но сейчас, наверное, минус 5, мне так кажется. Может, минус 3. Но при этом все равно каким-то удивительным образом все тает. Не знаю, реагент, наверное, потому что тут используют. А мы в поисках сахара. У нас обычно вообще никого, народу нет. Это какой-то пустынный магазин, я вообще не знаю, как он живет. Мы сколько сюда не приезжаем, здесь никогда никого нет. Сейчас, походу, зашли в магазин красок. Для плитки, которые, да, ты имеешь в виду. Мне нужно помочь выбрать. А подскажите нам, пожалуйста, какие краски акриловые можно выбрать по плитке? Мне кажется, нам надо масляные, Валер, чтобы они потом намертво и не стирались оттуда ничем. Мне вот, я так предполагала, надо вот такой набор масляных какой-нибудь взять. Но они, видишь, такие прилично, вот это акварельные. Вот масляные, 1750 рублей стоят. Подгоражали краски, нет? Вот я тебе хотел сказать. Сказал, что тебе надо купить. Ты знаешь, мне кажется, давай мы подождем. Сейчас Наташа приедет. У нее есть масляные краски. Мы ее краской попробуем. Как будет держаться, когда высохнет. Потому что масляная краска, это как раньше, знаешь, окна красили там. Она намертва на всем. И, ну, если нормально будет, я потом куплю вот именно те цвета в Москве в магазине. Они продаются отдельными тюбиками маленькими. Можно взять именно те цвета, которые нам нужны. Вот масляные, кстати, по тюбику по одному. А вот эти по 130 рублей тюбик. Можно взять, например, просто синий, красный. И попробовать. По дизайн-проекту нашей спальни, который мы сейчас воплощаем в жизнь. Те израсты, которые у нас в спальне есть на печке сейчас, нужно раскрасить. Я вот вам только что приводила картинки, как их нужно раскрасить. Раскрашивать я их, предполагаю, сама. Но вот я, Валерия, предлагаю привлечь на помощь нашу соседку, подачу художницу Наталью Овчинникову. Картины которой висят у нас в доме. И многие зрители, которые нас смотрят, с ней знакомы. Именно это мы и обсуждаем. Так, ну вот, смотрите, что касается порошков. Давайте тоже посмотрим, что у нас в этом магазине. Вот Дося. 94 рубля. Персил. 337 рублей. Да. Как был, так и стоит, в общем-то. Вот он. Что, может, возьмем персил? Доколор, можно вот этот взять. Ну да. Тоже посмотрите, какой у нас тут разнообразный ассортимент всякого сладкого. Печенья, конфеты. Вообще море просто всего. Море всего. И никого нету из людей практически. Вот я еще, знаете, что хочу взять? Приправы. Вот у меня, например, кумин просто закончился. Потом вот возьму приправу для плова. Приправы тоже как были 49 рублей, так и стоят. Кориандр у меня закончился. Все тоже я его активно использую. Ищу кари возьму. Вот 11,50 стоит. Отдел с сахаром. Сахар какой-то. Корчицу я взяла, да. Вот смотрите, сахар, значит. Мистраль. Там стоил 184 рубля большой. Здесь он стоит 229. Такой, как там. Какой-то десертный. Тоже 229. Рафинад. 88 рублей. 800 грамм. Ну все, сахара нет. Песка нету тоже. Вот. Кусковой тоже было. Разобрали. По 119 рублей. А на сахар-песок я даже не вижу ценника. То есть сахара тоже нет. Это что такое? Это мука на развес. Мука по 142 рубля. За 2 килограмма. Макароны, может, возьмем какие-нибудь. Рис. Сейчас посмотрим. Да, рис вот есть и талика. Из дорогого. Дешевый рис. Рис вот. Да, полно. Пожалуйста. Вот. Щебекинские. По 94 рубля. По 91 разных видов. Пожалуйста. Какой хочешь рис. Вот такой круглозерный. Он по 72 рубля даже. Ну здесь как бы с рисом нет проблемы. Но сахара нет так же, как и везде. Но риса очень много. Вот, кстати, я на днях вам показывала блюдо с пастой птетим. Вот она продается. Стоит 137 рублей вроде. И еще есть тоже паста в виде риса. Называется паста Ризони. Это все Мистраль производит. Там, где у вас в магазине Мистральевская линейка продается. Там тоже это должно все быть. Кстати, в этом магазине, видите, не исчезли консервы. Вот они в большом количестве. Пожалуйста, все, что хочешь. И цена тоже не изменилась. Насколько вот я смотрю, такая же цена, как и на днях была. Приехали в Магнит на выезде из города. У нас сегодня квест называется «Купи сахар». Да, самое интересное, что сахар вообще-то нам нужен только для клюквы, которые я купила на рынке. У нас килограмм клюквы, мне нужен килограмм сахара. Потому что мы больше сахара никак не используем. Я чай пью без сахара, кофе мы вообще практически не пьем. Валера пьет чай с сахаром, но мы ему купили рафинад. В общем, для этой цели у нас сахар есть. Ну, так иногда в готовку чуть-чуть нужно. Но уже раз ищем, то ищем. Но зато вам прекрасно видно, что у нас в магазинах нет людей и много товаров. Понимаете? Ну, то есть вообще никаких проблем с товарами, с их наличием и с подорожанием у нас нет. Вот тут посмотрите, еще сколько порошка. Вот он и лоск есть по 239 рублей вообще. Поэтому я не знаю, кто пишет, что у вас порошок подорожал в 2-3 раза. Я пока лично этого вообще не наблюдаю. Ариэль, так вообще тоже вот тут в магните тоже по акции, видите? И персил вот есть. Вот Ариэль есть за 1200, но это, извините, почти 6 килограмм, 5-700. Вот, кстати, мне попался капсульный кофе. Тоже пока он тут стоит. Никто им особо не интересуется. И цена у него тоже по акции. Вот стоило 700 рублей, сейчас 400. Ну, то есть на данный момент он тоже не то что подорожал, а еще и акция на него. Ну, вполне возможно, да, что скоро он исчезнет, его просто тут не станет. Поэтому с этой точки зрения, наверное, кто его использует, имеет смысл закупить. Вот, смотрите, короче, сахара тут, как и везде, нету. Остался, опять же, только вот этот коричневый, который в Ашане стоил 189 рублей. Вот он есть, и он здесь также стоит. Ну, можно с ним тоже клюкву сделать, будет вкусно. Да, все, берем, короче, мы берем коричневый сахар. Это будет губовый. Тростниковый. У нас будет клюква с тростниковым сахаром. Это будет губовый. Да, не знаю. И здесь, смотрите, мы увидели вот такое объявление, что в рамках одной покупки вы можете приобрести не более 5 килограмм весового товара. Одного весового товара. И это касается сахара гречневой крупы и тушки курицы. Видно, курицу тоже закупают все активно. Ну, почему именно с сахаром такой ажиотаж? Хотя при всем остальном, видите, в больших количествах вообще никому не нужно. В смысле, нужно, но не разметают. Это загадка для меня. В общем, сахар мы в результате так и не купили. Только коричневый. Коричневый купили. Это я показывала. Да, нам как раз хватит. Да, нам как раз на клюкву хватит. У нас будет изысканная клюква с коричневым сахаром. Покажи моего мишку. Мишку покажу, да. Это нам подписчица подарила. Это же неспроста. Да, неспроста. Он тоже любит мед просто, видите. Но, значит, от местных предпринимателей есть информация, что сахар на складах везде присутствует. Проблем с ним нет. А перебои связаны с тем, что биржа не работает уже фондовая. Две недели, по-моему, да. И торгов не идет. И, короче, поставщики сахара придерживают его на складах. Поэтому не надо бояться. Сахар скоро появится. У него будет чуть другая цена. Но проблем с сахаром в стране нет. Вот так. Как, в общем-то, мы видим и со всем остальным. Поэтому живем дальше. Едим мы наши запасы. Мышей не кормим. Моль не плодим. Что еще хотим мы сказать? Что мы хотим сказать? Здравствуйте, сын наши. Все нормально. Как говорится, будем живы, не помрем. Как в старину говорили наши предки. Как дела? Говорили. Живем. Хлеб жуем. И вот и все. Ну, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. И ждем ваши комментарии. Как вы смотрите на эту ситуацию. Как у вас с сахаром, напишите. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Кому и нужен сахар. Нам просто варенье сделать. А так вообще по большому счету. Да, зачем сейчас весной сахар. Вообще весной сахар. Я понимаю, осенью сезон заготовок. А сейчас нам и сахар-то не нужен. Не об этом нужно думать. Не об этом. Правильно. Да, просто, как говорится, жизнь наша сложная. Вот. Кому сахара не хватает, а кому-то ребята в броне там закованы, кому-то бомбы сыпятся. Вот на это не надо забывать, что такое в мире творится, что нам нужно всегда не забывать об этом. Вот. И быть, как сказать, неравнодушным. А это прежде всего для себя надо. От души помнить, не забывать, жалеть, сострадать, милосердствовать. Гражданским. А военным, я как военному человеку, что нам, нам все просто приказ дали, пошли вперед. Нам думать не надо. Вот. Мы не для того готовились и воспитывались, для того, чтобы обсуждать приказы. И любая армия, любая, где это, ну, уважается, какая бы она ни была, сегодня она нам противник, завтра союзник. В любом случае военные уважают друг друга. Уважают. Особенно воины-воины. Они отдают почести, как положено. Вот. Мы закончим это. Любую войну. А мирным людям надо помнить всегда, почему это началось. Зачем? Какие уроки надо сделать из-за этого? Ну, вот об этом речь. И не нужно, как раз вот это, к тому, что не нужно вот этим вот этим, сахар, махар, там еще что-то. Вот. Живы, здоровы, слава Богу. Небо над головой у нас, большинство людей мирное, вот и радуйтесь. И все наши живем, хлеб жуем. Ну. И, как говорил тренер мой по боксу, начнем, помоляясь. До новых встреч. Пока-пока, наши дорогие. Счастливо. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть и другие интересные выпуски на нашем канале. Рецепт пасхального кулича, оформление дома к Пасхе и газон по глине. Все эти темы актуальны в свете приблизающихся событий. Ваш Ташмуляр. До новых встреч на канале.